Здравствуйте, уважаемые гости моих каналов, а также ученики и студенты, изучающие астрономию. Мы продолжаем термины и понятия по астрономии очень кратко, до 10 минут, а чаще всего 3-5 минут. Термин из дополнительного списка, 151-й, астронавты США, которые были на Луне, то есть космические экспедиции США к Луне, и кто их пилотировал. Итак, Соединенные Штаты в 70-е годы 20-го столетия осуществили 6 экспедиций своих космонавтов, космических аппаратов на Луну, которые прилунялись. Первым на Луне, к Луне, был отправлен космический аппарат Аполлон-11. Этот пилотируемый космический корабль впервые доставил на Луну астронавтов, американских космонавтов, которые называются астронавты, которые ступили на поверхность Луны в 1969 году. Первым это сделал командир экипажа Нил Армстронг, вторым пилот Эдвин Олдрин, и они прославились на весь мир, правда дали повод для сомнений и выдумок вроде лунного заговора. Конечно, это чепуха. Лунный заговор это идея, что никто никуда не высаживался, а все сенсационные фотографии сделаны американцами в павильоне. Чушь собачья. Американцы на Луне были шесть раз. Люди наконец-то высадились на Луне. Провели на ней более 21 часа. Провели множество нехитрых физических опытов. Установили на поверхности спутника Земли на Луне флаг США. Разместили комплект научных приборов и собственноручно собрали свыше 21 килограмма образцов лунного грунта. Все этапы работы и виды Луны подробно фотографировались. Примечательно, что при этом фотография первого человека, вступившего на Луну, Нила Армстронга, здесь всего лишь одна. Камера постоянно находилась в его руках, поэтому себя он снял только один раз. По возвращении все члены экипажа прошли строгий карантин, который, впрочем, не выявил никаких лунных микроорганизмов, так что присутствие жизни на Луне не подтвердилось. Ученых это не огорчило. Они опасались, что принесенные с Луны микроорганизмы способны вызвать на Земле катастрофические эпидемии, что вполне, конечно, могло быть возможным. То есть могло быть. В 1969 году пилотированный космический корабль Аполлон-12 во второй раз доставил людей на Луну. Командир корабля Чарльз Конрад и пилот лунного модуля Алан Бин вступили на поверхность спутника Земли в более пыльном месте. Глубина слоя лунной пыли здесь была больше, чем на месте первой посадки, поэтому приходилось высоко поднимать ноги при ходьбе. Скафандры и предметы вскоре покрылись пылью настолько, что, вернувшись в лунный модуль для приема пищи и сна, Конрад спал прямо в скафандре, боясь, что если он будет снимать скафандр, лунная пыль с него разлетится по всей кабине. Камера цветного телевидения вскоре вышла из строя, так что полноценной трансляции не получилось. Следующий, в 1971 году, к Луне полетел Аполлон-14. Была совершена третья высадка людей на Луну. Примечательно, что на этот трасс экипаж был самым малоопытным, а командир Алан Шепард оказался еще и самым старым на тот момент космонавтом. Ему было 47 лет. Экспедиция получилась несколько рассеянной. Астронавты собрали 23 килограмма грунта, включая белые камни, при этом успели даже немного заблудиться на Луне и не достигли намеченной цели, кратера Коун. В скафандрах дважды обнаруживалась небольшая утечка. Кроме того, астронавты забыли извлечь кассету из камеры на посадочной ступени лунного модуля, и запись осталась на Луне. Она была просто забыта на Луне. Тем не менее, в целом, эта высадка на Луну вновь подняла престиж американской космической программы, упавшей после аварии Аполлона-13. Технические неполадки были незначительными и быстро ликвидировались. Астронавты продемонстрировали неплохую квалификацию и подготовку. Следующий полет Аполлон-15. Эта экспедиция была признана одной из самых блистательных, а собранные образцы лунного грунта богатейшим уловом. Столь успешная высадка на Луне произошла в 1971 году. Командир Дэвид Скотт и пилот Джеймс Ирвин пробыли на Луне почти трое суток, собрали 77 килограммов лунного грунта и впервые использовали лунный автомобиль, быстро достигали на нем намеченных кратеров и каньонов и перевозили грузы. На нем в общей сложности проехали почти 28 километров, средняя скорость движения достигала 10 километров в час. К Луне был доставлен небольшой искусственный спутник, а с Луны увезен камень бытия кусок кристаллической породы возрастом более 4 миллиардов лет. На обратном пути пилот командного модуля Альфред Уорден впервые вышел в открытый космос в межпланетном пространстве, чтобы демонтировать отснятые фотокассеты. Пятая высадка людей на Луну произошла уже в 1972 году при экспедиции на Аполлоне 16. Впервые посадка на Луну произошла в горной местности. В результате был установлен рекорд скорости передвижения по Луне на лунном автомобиле лунный ровер 2, который смог развить скорость до 18 километров в час. Это почти вдвое больше, чем на первом лунном обиле. Аполлон 16 впервые доставил на Луну ультрафиолетовую фотокамеру, которая сделала астрономические фотографии поверхности Луны. Следующая миссия на Аполлоне 17. Эта миссия на сегодняшний день является последней высадкой людей на поверхности Луны. В составе команды был астронавт-ученый, геолог Харрисон Шмидт. Были собраны рекордные 110 килограмм породы. Лунный автомобиль прошел 34 километра. 110 килограмм породы. Это супер просто. Экипаж открыл оранжевую грязь, оранжевые шарики из стеклоподобного материала, и оставил на Луне комплекс самого сложного оборудования. Астронавты провели множество научных экспериментов и исследований. Исследовали свойства грунта, свойства атмосферы, космического излучения, гравитации, влияние частиц космической пыли. Командир экипажа Юджин Сернан фактически оказался последним человеком, пребывавшим на Луне. Причина, по которой высадка людей на Луну прекратилась, остается загадками до сих пор. Рождает множество слухов. Вот и все. Следующий 152-й будет посвящен термину тайконавты. То есть китайские космические программы, китайские космические корабли, пилотируемые людьми. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok